Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале, на котором вас всегда ждут абсолютно честные обзоры на все, что в игре происходит. Если вы хотите ничего не пропускать и видеть все таким, какое оно есть на самом деле, подписывайтесь на канал прямо сейчас, жмите на колокольчик, выбирая все уведомления с канала. Ну а отдельно буду благодарен за ваш лайкос под данным видео. Стараюсь специально для вас и все вышеперечисленные действия для вас не стоят абсолютно ничего. А мне для начала приятно, что вы меня поддерживаете, да и плюс круто помогает развиваться на платформе YouTube. В этом видео прокрутим с вами рулеточку на контейнеры бомбические. Крутить до конца, скорее всего, я ее не буду и сейчас объясню почему. Ну, во-первых, начнем с того, что главная награда, а именно контейнеры бомбические, содержит в себе буквально несколько машин, которых нет у меня в ангаре. Ну и, скорее всего, даже если отсюда танк какой-то будет выпадать, то в любом случае я буду получать компенсацию. В идеале голдой, если выпадет коллекционка, ну а в худшем случае буду забирать себе какую-нибудь премиумную машину, за которую получу всего лишь полтора ляма серебром. А если прям совсем не повезет и заберу себе Хельсинга, то получу всего лишь 1 миллион серы. И, честно говоря, для меня это не является какой-то существенной суммой, потому что я это могу нафармить, играя на восьмерках вполне спокойно за несколько часов игры. Те танки, которые отсутствуют у меня в ангаре. TL7120, который я хотел бы поставить в ангар чисто принципиально для того, чтобы он был. Туда же относим и Рамф Панзера, тот же самый Ланс НС, мне только даром-то и надо из какого-нибудь контейнера. И все, ребят, больше машин, которые у меня отсутствуют в ангаре, здесь просто нет. В отношении тех контейнеров, которые сюда еще положили. Контейнеры черный ящик помогут немножечко окупить рулетку, где-то по 400 голды, где-то по 200, а где-то, может быть, дойду до какого-нибудь там третьего, в идеале четвертого уровня данного контейнера и подниму золото немножко больше. В отношении контейнеров сюрприз. Терпеть не могу данные контейнеры, потому что в этом контейнере вы получаете контейнер на какой-то танк, из которого, возможно, вы получите танк. В общем, масло масляное и получается так, что вы берете себе мешок, в котором есть мешки, в которых, возможно, есть коты. Да и плюс к тому, не факт, что именно этот кот вам нужен. Ну вот, допустим, есть у вас в коллекции Астрон Рекс, а вам выпадает на него контейнер. И вдруг, если вы этого Астрон Рекса себе получаете, то получаете себе компенсацию. А если не получаете, то подтираете сопельки и радуетесь тому, что именно на этот контейнер вам и повезло открыть контейнер сюрприз. Поэтому их особой ценностью я не считаю. В отношении мистических контейнеров, я думаю, долго пояснять не надо. Ну а мега-контейнеры для меня приблизительно та же самая история, что и главная награда в виде бомбических. Здесь также собраны все танки, которые могут только здесь появиться, за исключением нескольких машин. Опять тот же самый TL-7-120, ледяной. Ну и, в принципе, несколько машин, которые чисто в коллекцию. А именно, Супер Гусь и Т-34-17-76. Все остальное мало интересует. Я имею в виду Т-34-3, ВЗ-112-2, Лансен-С, опять-таки, тот, который нужен мне исключительно бесплатно из какого-нибудь халявного контейнера. Ну и в лучшем случае, откровенно говоря, я бы хотел отсюда получить Колебана. Чисто принципиально, пусть будет, да, не имба, но все-таки интересно. Туда же можно отнести и АТ-15А, просто потому, что у меня данной машины в коллекции нет. Тоже пусть стоит себе пылиться, но буду знать, что он у меня присутствует. Ну и еще несколько машин нижнего уровня. В общем, контейнеры Мега для меня даже более интересны, нежели главная награда. Плюс к тому, стоит отметить, что в отношении мистических контейнеров мне необходимо собрать их целых 7 штук. И в целом, из этой рулетки это возможно сделать, потому что 9 контейнеров спрятано здесь, плюс 2 контейнера тут. 11 контов дают мне возможность открыть себе мало того, что мистики первого уровня, так еще и открыть мистик второго левела, там, где шанс выпадения мистического сертификата в 2 раза выше. Хотя в эти увеличенные шансы я лично не верю. В отношении собери их все не хватает буквально одного контейнера собери их все, для того, чтобы можно было собрать по талисманам, где тут они у нас спрятаны, в самом низу, собрать себе, а, ну да, двух, не одного. Двух талисманов не хватает, чтобы удешевить прокрут рулетки на 1000 золота. По мега контейнерам здесь не хватает 5 штук мега контов. Короче говоря, буду крутить данную рулетку именно для того, чтобы показать вам, какие шансы выпадения чего-то, ну а себе удешевить прокрут данной рулеточки, собирая талисманчики. Кстати, в отношении стоимости прокрута рулетки, все не так уж и дешево, вроде бы цифры небольшие, особенно до 12 прокрута включительно, но суммарно 25 прокрутов обойдутся в 3230 голды. И по моим скромным подсчетам, вы выйдете в ноль тогда, когда получите из этой рулетки себе какую-нибудь десятку и девятку. Вот тогда вы будете находиться в нуле и, можно сказать, просто приобрели себе танки, которых у вас не было. Опять-таки, именно если такие танки вам выпадут. Ну что, ребят, давайте начинать крутить. Что? Голды, что меня радует? Радует меня в этой рулетке то, что здесь дешманских наград положили буквально несколько штук. Ну вот, допустим, контейнеры с кастомухой положили два и точно так же два контейнера положили на аватары. А все остальное это действительно нормальные человеческие контейнеры, из которых теоретически можно что-то получить. Мистический контейнер первого уровня, но давай, родимый, не подкачай. Подкачал! Подкачал очень сильно, потому что 400 свободки, как бы ни о чем, но 2000 свободного опыта чистоганом, это уже немножко другое дело. В целом, за 100 голдишки, или сколько там получилось, 150 золота, я бы сказал, что очень даже и неплохо. Если бы мистики продавали по 150 золота за штуку, то, наверное, пару другую контейнеров я бы себе приобрел. Как планирую крутить рулетку я? Я планирую крутить рулетку до того момента, пока не пойму, что себестоимость того, что я получу за прокрут, будет ниже, нежели стоимость самого прокрута. То есть, если мне остается, допустим, там к прокруту, мистический контейнер, но из этого мистического контейнера неизвестно, что я заберу, а за него мне придется заплатить, допустим, полторушку, то понятное дело, что я лучше за эти деньги приобрету себе какие-нибудь три контейнера. Собери их все, и это будет гораздо выше по шансам что-то оттуда получить. Суммарно на данный момент из этих контейнеров я забираю себе, если я правильно посчитал, 900 золота обратно. Два раза по 400, ну и один раз сотню. Как вы видите, из черного ящика выше по уровню контейнера мне не выпал, я имею в виду черный ящик второго левела. Ну а в целом можно продолжать крутить дальше. Целых три мистических контейнера. Ну что, ребят, давайте, поехали. Давайте посмотрим, что из этого получится. По талисманам не хватает целых пяти штук. Два из них я сейчас заберу, и надо будет где-то три еще как-то надыбать. Вау! Целая соточка голды выпадает. Ну рулетка, давай, сделай, сделай мое утро, сделай мне хорошее настроение на целый день. 370 золотом. 370 золотом я жду мега контейнеры. Вот мега, вот он, вот он мега контейнер. Ну, родимый, давай чего-нибудь приятного. Давай чего-нибудь хорошего мне. 250 золотом. Ну не знаю, насколько это можно считать хорошим. Но в то же время, параллельно с тем, что мне выпадает всякая шелуха, и я не могу сказать, что я сейчас нахожусь в эйфорическом состоянии позитивного настроения, хотелось бы отметить то, что данные про крут рулеточки в очередной раз показывают, что, ну, не грамма, не грамма, не подкручен у меня аккаунт, и все скептические заявления в комментариях по поводу того, что ВГ мне подкручивают для того, чтобы я рекламировал рулетки, ну, разбиваются, разбиваются, к сожалению, моему, потому что халяву я бы с удовольствием хотел получить, развиваются о реальность. И в то же время, хотелось бы сказать приблизительно следующее. Я никогда не рекомендую прокручивать рулетки, ну, за исключением нескольких рулеток, которые были за долгое время. Одна из этих рулеток, это была рулетка на Бадгера. Почему так? Потому что тогда стоимость рулетки в целом при прокрутии ее от начала и до конца, в целом покрывала полностью набор, который включал в себя Бадгера, легендарный внешний вид, контейнеры и всякую другую дребедуху. Именно тогда я действительно рекомендовал тем ребятам, кто ждал Бадгера на продаже, прокрутить эту рулетку, увеличив себе шансы получить ее дешевле, я имею ввиду эту ПТ-шку, дешевле, нежели ее продают, а даже если не повезет, то, соответственно, забрать ее по нормальной, адекватной цене в составе нормального набора. Мистический контейнер второго левела. И здесь, ребят, в два раза выше вероятность выпадения мистического сертификата, который нифига с ней выпадает. 2000 свободного опыта и два раза по 200 по сертификатам. О чем это говорит, ребят? Это говорит о том, что шансы, те, которые там прописаны, не факт, что у вас сработают. Я, кстати, не первый раз натыкаюсь на контейнеры второго уровня, которые дают награды порой даже меньше, нежели из контейнеров первого левела. Черный ящик. Открываем черный ящик. И здесь у нас, опять-таки, нет черного ящика второго либо третьего уровня и дает мне среднюю награду. Максимальная награда, ребят, составляет ни много ни мало, а 400 золота. Так, кто это там мне звонит? Ладно, позвонят, да и забудут. Главное, что не мама, а все остальные могут обождать. 950. 950 голды. Но еще собери их все. Контейнеры. Открываем данный контейнер и получаем отсюда танк. Нет, получаем 1000 голды, которые удешевляем стоимость прокрута рулеточки. Ушел в минус приблизительно на 2000. 1150 голды. Крутим за 1150. Если сейчас будут аватары, я буду плакать горькими слезами. Все, пошел. Пошел за носовым платком, потому что, ну реально, это очень дорого отдать 1150 золота за это дешманство. Теперь давайте посчитаем. 1450 золота. Вопрос. Стоит ли 1450 золота 1 мистик? Нет, не стоит. 3 мистика. С горем пополам. 3 черных ящика. Не стоит, потому что 1450 явно здесь спрятано не будет. 1 собери их все. Блин, да это цена 3 контейнеров. Вот это вот вообще не надо. Ну а главная награда у нас выпадет с вероятностью сколько приблизительно? Сейчас, секунду. У нас бомбическая, да, по-моему называется. Контейнер бомбический. 0,27%. Да ну нереально, ребят. Просто нереально. Сейчас пару раз еще крутну. И на этом явно буду останавливаться. Потому что, ну это бред. Контейнер сюрприз. Открываем его. Вот такой вот сюрприз. Бурасик. Из Бурасика фиг я чего достану. Вот такая вот прелесть. Забираем. Ну и на этом, в принципе, привет. 1750 золотом. Делаю явно последний прокрут. Потому что дальше становится все дороже и дороже. И я не вижу абсолютно никакого смысла сливать это золото. За ту сумму, за которую я буду прокручивать данную рулетку до конца. Мне гораздо проще, чего и вам желаю. Зайти в магазин и просто купить себе танк, который вам нравится. Один контейнер собери их все по цене трех контейнеров. Да еще и со сдачей в конце. Что у нас здесь? Большое ничего. Шансы выпадения того, как и что будет отсюда вам дропаться, я думаю, вы увидели. Идти дальше нет никакого смысла. Ни одна из этих наград, не считая главной наградой в виде целых семи бомбических контейнеров, не стоит 1990 золотом. Пишите мне в комментариях все, что угодно. Называйте меня жлобом. Называйте меня... Да, в принципе, кем угодно. Называйте меня и пишите мне по поводу того, что какой смысл снимать видео, не крутя до конца. А смысл очень простой. Я знаю цену каждой золотой монете. Я знаю каждой золотой монете цену. Из тех, которые мне присылают спонсоры канала. А также зрители, которые неравнодушны к развитию данного канала. И я не собираюсь все это золото спускать в унитаз. Просто себе в угоду и просто для того, чтобы посмеяться и покрутить какую-нибудь рулеточку. Пошел снимать следующее видео специально для вас. Вам желаю, первое, везение. Второе, холодного. Холодного расчета в отношении того, когда стоит остановиться и в какой рулетке. Ну а самое главное, желаю вам мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok